Это действительно вот такая неожиданная тема митинга. Вдруг выяснилось, что в 2016 году Москва, столица нашего государства, не имеет статуса исторического города. Само по себе, конечно, это абсолютно абсурдно. Я немножко поясню, зачем этот статус в Москве. Дело в том, что по нашему закону об охране памятников в историческом городе подлежит охране не только набор отдельных объектов культурного наследия, а подлежит охране весь город целиком, подлежит охране историческая среда, ценно-градофимирующие объекты, панорамы, площади, улицы. То есть это возможность спасти действительно исторический город, его дух и тот его облик, который мы все любим, который нам близок. И вот в 2010 году с очень странным решением Министерство культуры России утвердило новое перечень исторических городов, куда не вошла Москва и еще несколько сотен городов, имевших такой статус до того. Особенно это удивительно, что Москва носила статус исторического города с 1949 года. И, в общем-то, все списки, которые утверждались и в 70-е годы, и еще в 91-м году, в них во всех всегда Москва, конечно, присутствовала как исторический город и возглавляла эти списки. Кроме того, в 2012 году закон дал возможность субъектам федерации, регионам, в данном случае правительству Москвы, самостоятельно определять статус своих городов как исторические, как исторические городов регионального значения. И вот прошло 4 года, и правительство Москвы не сделало ничего, чтобы наделить Москвой этим статусом. Теперь же Министерство культуры придумало новые правила, по которым для того, чтобы получить этот статус, нужно доказать, что город является историческим. Нужно собрать и разработать огромный комплект документов, направить его в министерство. Министерство еще подумает соглашаться с этим, не соглашается, является город историческим. То есть вы представляете, что мы должны доказывать вообще кому, не знаю, Мединскому или Собянину, должны доказать, что Москва является историческим городом, и она подлежит охране. Вот такие они написали сейчас требования. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот вся историческая застройка, все объекты, которые не обладают охранным статусом, они оказались беззащитны. Оказались беззащитны более тысячи ценных градофимирующих объектов, которые получали такой статус ранее. Это те дома, как правило, которые не наделяли статусом памятника, но вот для них давали такой промежуточный статус. И теперь они абсолютно все беззащитны, в любой момент их можно снести. Ну, как и тысячи других объектов, объектов среды, которые также не обладают никаким статусом. Ну, нам, конечно, всем представляется, что абсолютно эта ситуация неправильная, что Москва, безусловно, заслуживает статуса исторического города. Я думаю, мы в резолюции, да, под пунктом 1 потребуем наделение ее этим статусом, причем статусом федерального значения. Я хочу сказать, что просто если власть, я не знаю, городские или федеральные, министерство культуры, если оно не понимает, что столица нашего государства, древняя столица нашего государства, должна иметь такой статус, то, возможно, просто они неправильно занимают свои места. Спасибо.